Срезятся глаза, насморк, постоянно чихаю. Зуд, сыпь. Оттеки, покраснение кожи. Финкарол быстро отразит аллергию. Финкарол можно применять длительно. Финкарол. Создан Олайнфарм. Сделано в Латвии. Латвийский хоккеист, текст-капитан сборной Латвии Сандес Озелиндж, недавно получивший за заслуги перед Латвией Орден трех звезд, принял решение завершить свою спортивную карьеру и вступить в создаваемое политиком Эйнером Репше общество «Форум будущего Латвии». Озелиндж станет генеральным секретарем новообразованного общества. По мнению политолога Илзаостровски, Озелинджа позвали для того, чтобы стать локомотивом партии, учитывая его значимость в мире спорта. Но вряд ли он сможет дать толчок новой политической силе. Его личный интерес в политике может отличиться от интереса аудитории. Ясно, что его пригласили там в качестве определенного локомотива, поскольку он среди любителей хоккеистов, конечно, является очень высоко оцениваемым. Но у меня нет особого мнения, так сказать, что он поможет этой партии и что это очень интересно для страны в целом. В данном случае, конечно, это большой знак вопроса. Но, так сказать, у нас теперь очень много партий, где начали в этом сезоне играть в политику. Политика – вещь такая, где нужны профессионалы. Профессионалов делают в партиях. А среда, где выращивает политиков, по сути дела, у нас не функционирует. Сам Озелиндж ранее выражал поддержку нескольким политическим силам. В 2001 году хоккеист без вознаграждения рекламировал перед муниципальными выборами объединения ТЭВЗИМОН БРИВИБАЙ ДННЛ. В 2010-м, перед выборами 10-го САЭМа, когда была запрещена предвыборная агитация, на рекламных стендах Сандэ Созелиндж агитировал Парлабу Хоккею, держа в руках спортивную майку под номером 8, которая была также номером списка объединения Парлабу Латвии на тех выборах. Партия Центра Согласия, в отличие от Единства, не играла на украинском кризисе. В связи с чем и получила столь маленький процент голосов латвийских избирателей на выборах в Европарламент. Такое мнение в интервью радиостанции «Болтком» выразил лидер парламентской фракции Центра Согласия Янис Рубанович. Первое. Было использовано единством очень, ну, премьерской партии, главной партии правительства, при всех остальных сателлитах, украинская карта, что типа Путин сейчас нападет со своими русскими войсками, зелеными человечками, мы защитимы, нападали на нас, называя нас это еще больше, обвиняя, что мы агенты влияния здесь Путина и России и так далее. И пугали, пугали, пугали. И многие не только голосовали за хорошего Домбровского или за агрессивную кампанию отдельных членов Единства, но прежде всего шли и голосовали за безопасность от нападения России. Но это же не ваши избиратели за них проголосовали. Стоп. Это не наши. Не ваши. Не наши. Мы в этой ситуации не нашли, наверное, простых слов. Мы очень сложно отвечали на вопрос, как нам быть и что правильно для Латвии. Напомню, по результатам выборов от Латвии в Европарламент прошла партия Единства, которая набрала 46% голосов. Второе место заняло НАЦИО-объединение, за которое проголосовали 14% избирателей. Третье место заняла партия Согласия, входящая в объединение Центра Согласия, у которой 13% на четвертом Союзе Зеленых и Крестьян, набравший 8% голосов, и Русский Союз Латвии – 6%. Предусмотрев всевозможные риски, предприятие «Ригас Пиена Комбинас» планирует начать экспорт своей продукции на Украину. Об этом в эфире «Радиоболтком» сообщил председатель правления «Ригас Пиена Комбинас» Нурманд Станевич. Как бы странно не было, на прошлой неделе как раз мой коллега поехал в Украину как бы вести переговоры по ставке мороженого. Потому что... Вы не шутите? Да, это знаете, как говорится, как бы война войной, а обед просто... Да, у каждого риска есть возможности, как им управлять. Например, то же самое, как бы риск, например, валютный риск. Ты как бы можешь пойти в банк и купить какие-то инструменты, которые все-таки как бы страхуют твои риски. И, соответственно, тоже по платежам, как бы это можно рассматривать либо страховые компании, либо как бы условия оплаты, можно как бы договориться с другими. Соответственно, всегда есть... Если есть желание, тогда и есть как бы пути, как это сделать. Напомню, ранее председатель Латвийской торгово-промышленной палаты Яни Сендзинч заявил, что латвийские предприятия несут убытки из-за международной ситуации, создавшейся на Украине. Больше всего, по словам главы отраслевой организации, пострадают производители шпрот, алкоголя и продуктов питания. В среду, 28 мая, государственная полиция Латвии презентовала исследования о качестве работы своего ведомства. Во-первых, потерпевшие хотят, чтобы каждое дело расследовалось как можно оперативнее. Во-вторых, все сотрудники госполиции должны постоянно улучшать свои профессиональные навыки. Об этом, а также о других выводах госполиции в интервью МИКС-ТВ рассказал начальник полиции правопорядка Артес Велорс. Третье, это связано с работой уже после пришествия, когда, ну, фактически, пришествие закончилось, человек написал заявление, возбудили уголовное дело, возбудили административное дело. В этом случае, неважно, это, например, авария могла бы быть, да, и там потом какой-то исследовательный процесс идет. То есть люди очень хотят знать, как продвигается мое дело, то есть мой вопрос. Они хотят получить какую-то возвратную информацию из полиции, да, то есть, ну, вот, ясно для нас, что очень тщательно надо работать на этой системе, как мы идем уже обратно к потерпевшим после происшествия. И четвертый блок – это, можно сказать, назовем тактика решения проблем. С четверга, 29 мая, полиция вновь будет использовать для контроля за движением четыре имеющихся в ее распоряжении мобильных фоторадара. Они будут стоять в Риге и в окрестностях поблизости других латвийских городов. С полным списком мест установки радаров можно ознакомиться на сайте госполиции. Местонахождение фоторадаров согласовано с Дирекцией безопасности дорожного движения. Они будут стоять на участках дорог с интенсивным движением, где часто происходят аварии. Четыре мобильных фоторадара были приобретены в 2008 году, но не использовались в декабре прошлого года из-за решения Конституционного суда, который признал антиконституционным запрет автовладельцам обжаловать наказание за зафиксированные радарами нарушения. В среду, 28 мая, председатель Рижской думы Нелышаков и председатель комитета по делам сообщений транспорта Рижской думы Вадим Бараник вместе с руководством департамента сообщений представителями организации велосипедистов ознакомились с работами по разметке велополос. Департамент сообщений начал работу над реализацией концепции велополос, которую начал департамент сообщения. Первая историческая велополоса, которая сейчас будет нарисована из того, что обещано многого сделать именно этим летом в Риге, это улица Элзабет. Первая полоса, соответственно, с этой стороны на протяжении всей улицы для движения на велосипедах в одном направлении. Дальше будет после следующего этапа согласования, потому что приходится общаться со многими структурами, изменена парковка на параллельно с перпендикулярной нынешней. И, соответственно, с той стороны будет нарисована вторая полоса для движения на велосипедах полноценного в обратном направлении. Это одна из ключевых улиц в том плане, что она именно перпендикулярно соединяет весь центр. И дальше дырного лачпляша, то, что уже согласовано. И плюс еще большое количество улиц, те, которые включены в программу в клан, которые будут, соответственно, тоже согласовываться этим летом, как правильно выразиться, разрисовываться. В конце апреля, открывая велосипедный сезон, мэр города сообщил, что в Риге началась велореволюция. Разработана концепция развития велполос, предусматривающая существенные изменения организации движения. И сейчас подошли уже к первым практическим работам, сказал исполняющий обязанности директор департамента сообщения Кришинис Петерс, по словам которого прогнозируется, что до 2020 года 1,5-я чай жителей Риги будет перемещаться на велосипедах. В среду 28 мая на первом этаже ратуши состоялась презентация фотоальбома Вильгельма Михайловского «Портреты. Книга судеб» и открытая фото-выставка «Ивработ». В мероприятии принял участие представителя муниципалитета, почитателя творчества Михайловского. Издание альбома определяется всей предыдущей творческой деятельностью автора, в основании которой гуманистическая жизнеутверждающая направленность, высокая изобразительная культура. В альбоме, выполненном в черно-белом формате на 240 страницах, представленная портретной работой из авторской коллекции Михайловского, а это люди искусства, политики и бизнеса. Стоит отметить, что за свою творческую карьеру Вильгельм Михайловский организовал 54 персональные выставки в Латвии за рубежом. Михайловский является автором 12 фотоальбомов и создал крупный цикл работ в области фотоискусства. В течение месяца в Латвии родились уже третьи тройняшки. Как сообщила представитель рижского роддома Элза Лама, это три девочки. Первая тройня в этом году родилась 7 мая в роддоме, вторая – 10 мая в больнице Страдене. Правительство выделяет родителям тройн пособия в размере 8537 евро и рижская дома в размере 4500 евро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова